Если бы серая зарплата или зарплата в конвертах была разрешена, в нашем государстве, наверное, и разговор на эту тему вести не стоило. Но все-таки ответ, кого он интересует, однозначен. Это правонарушение никак не норма. Задумывались ли вы, почему работодатель платит именно таким образом? Потому что не хочет в полной мере пополнять казну государства, платя налоги, а также не желая соблюдать трудовое законодательство перед сотрудниками. Поэтому работниками налоговых инспекций ведется постоянный контроль на предприятиях и среди индивидуальных предпринимателей за правильной оплатой труда. Ведь любое правонарушение важнее не допустить, чем предотвратить. Налоговыми органами на постоянной основе проводятся контрольно-аналитические мероприятия на предмет полноты перечисления в бюджет подоходного налога. Ежемесячно анализируется средняя заработная плата в организациях. Организации, где выплачивается работникам заработная плата ниже гарантированного минимума, находятся на особым контроле. При этом первоначально в отношении таких плательщиков используются меры профилактического и предупредительного характера. В инспекции по налогам и сборам Московского района за пять месяцев года текущего проведен анализ на предмет выявления и пресечения злоупотреблений при выплате серой зарплаты. Итог данного скрининга впечатляет. По результатам анализа в отношении 20 субъектов хозяйствования установлены нарушения, указывающие на факт неуплаты подоходного налога. В связи с чем в их адрес направлены уведомления и всеми субъектами хозяйствования в добровольном порядке внесены исправления в налоговые декларации. Сумма до начисления подоходного налога в бюджет составила свыше 1 миллиона белорусских рублей. Обман государства сродни самообману, говорят налоговые инспекторы. Ведь в случае вашей недоплаты налога в бюджет сегодня, завтра недополучат заработную плату учителя, врачи, пенсию, пенсионеры. Но не забывайте о том, что уже некое время спустя и вы тоже станете пенсионером. Тем самым представителем наименее защищенного слоя населения. Задумайтесь об этом.